В Шемкенте расследуют причину массового отравления школьников. Острый гастроэнтерит в тяжелой степени диагностировали у участников Республиканской Олимпиады. К врачам обратились 15 подростков. У одного из школьников появились и симптомы ветряной оспы, а все остальные жаловались на боли в животе, тошноту, головокружение, жидкий стул. Где именно отравились дети, пока предстоит выяснить, сообщили в городском управлении здравоохранения, потому как некоторые школьники почувствовали недомогание, едва спустившись с поезда. Сейчас состояние детей медики оценивают как удовлетворительное. Поступили всего в общей сложности 15 детей с клиникой острого гастроэнтерита. Есть дети, которые говорят о том, что уже живот заболел, как только приехали сюда. По их словам, употребляли есть и бургеры есть, и суши есть, и супы есть, и салаты, то есть и шоколадки. То есть абсолютное разнообразие продуктов. Массовое отравление внесло коррективы в проведение олимпиады математического направления. В регион сразу отправили рабочую группу во главе с вице-министром, заместителем председателя комитета среднего образования, председателем комитета по охране прав детей. От церемонии закрытия олимпиады решили отказаться, а ту олимпиаду по общественно-гуманитарному направлению, которую планировали провести в Шимкенте 3-8 апреля, теперь организуют в регионах. Дети, которые отравились, они участвовали в первом туре олимпиады, на втором туре они не смогли участвовать по состоянию здоровья. Есть дети, которые хорошо написали эту работу, да, первый тур, есть дети, которые и слабо написали первый тур, поэтому это все будет решать наша комиссия. Я еще раз повторяюсь, комиссия участвует 45 членов жюри, олимпиада еще продолжается.